Девушки отдыхают Это билеты в жизнь вечную, но для того, чтобы воспользоваться им, необходимо приложить усилия, открыть Евангелие, узнать волю Господа нашего Иисуса Христа и исполнить Его заповедь. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни Ему, ни бывших с Ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним. Не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него? Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он сделал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, что бы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты Сын Божий!», но он строго запрещал им, что бы не делали его известным. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Потом позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Якова Зеведеева, Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена Ванаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Продолжение следует...